привет это максим обычная здесь я рассказываю о дизайне но сегодня я хочу затронуть тему гита что такое гид это система управления версиями кода которая позволяет отслеживать изменения в коде и хранить историю версий она широко используется в программировании для обеспечения совместной работы над проектами и создание резервных копий кода как бы вы спросите на хера тебе гид если ты дизайнер я ну так сложилось что еще тут подрабатываю фронтендером на пол ставки и хочу немножко рассказать о инфраструктуре и упрощение жизни разработчик и не только разработчиков принципе он может понадобиться как и project менеджером для отслеживания прогресса в проекте так и в целом заказчикам которые что-то заказывают у программистов как бы тоже очень легко будет смотреть за кодом гид позволяет разработчикам легко откатываться к предыдущим версиям кода вносить изменения и объединять их с другими частями кода все это делает гид одним из самых популярных инструментов управления версиями на сегодняшний день да и в принципе единственный потому что я не знаю чем кроме гита еще можно пользоваться и давайте все-таки пробежимся по основным функциям гита а именно это гид клоун это копирует удаленный репозиторий на локальный компьютер гид и нет это инициализирует локальной репозитории в текущей директории гид от добавляет файлы в индекс который будет затем зафиксирован в комите гид комит создает комит логично сохраняя текущие изменения в индексе гид пуш отправляет текущий комит на внешний сервак и гид пул получает данные сирока это только основные команды кита которые понадобятся для базового использования но существует также множество команд для различных функций потому что гид это не только пул и пуш еще можно синхронизировать изменение гита но об этом не сегодня давайте на примере этого файла инициализируем репозиторий и зальем его на гитхаб это можно делать в исходе через интерфейс но я как друг человек буду делать это через консоль q для начала нам надо прописать команду гид и нет у нас создался репозиторий дальше мы создаем этот репозиторий на гид хобби назовем ну как то так и что нам понадобится отсюда так эта ссылка вот вот эта вот ссылка копируем и и и прописываем команду гид ремонт от origin origin это имя ремонт этот добавить новый ремонт и вставляем ссылку все у нас инициализированный позиторий и добавлен ремонт то есть я соединил локальные позиторий на моем компьютере которая только что инициализировал с репозиторием которая сделана гид хобби только что теперь мы можем залить комит в принципе можно залить комит как здесь прописать гид комит и комментарий к этому комит или сделать удобнее через ей в принципе тут 50 на 50 здесь просто удобнее потому что здесь редактор очень удобный вписываешь сразу и все я пишу комментарий комитом и не тян комит самый первый комит обычно так пишу и нажимая фиксация отправка документ and push и не прошло и секунды как у нас репозитории появилась появился вот этот вот файл которым только что создали чтобы отслеживать прогресс работы с помощью гита необходимо создать репозиторий проделать все те же действия или иметь уже готовый репозиторий на руках и каждый раз когда вы или кто-то другой будет носить изменения в код необходимо будет создать комит и заливать комит с этими изменениями комиты хранятся если на гид хобби то вот здесь вот вот и не тел комит это самый первый комит тут по мере добавления комитов будет целый список это позволяет легко отслеживать изменения в коде и просматривать предыдущие версии то есть вот мы сейчас посмотрим эти аку и не тел комит это вот добавились 6 строк и в целом вот он это весь комит давайте вот допустим добавим сюда какой-нибудь еще какую-нибудь строчку и сделаем второй комит назовем секунд комент и зальем дальше обновим список комитов и мы увидим что у нас появился наш секунд комит также мы можем посмотреть что добавилось что убралось прямо по строчно и итак работает со всеми файлами то есть у нас здесь репозиторы всего один файл а ну по одному файлу показывает но так работают со всеми файлами вы также можете использовать ветки или бренчес у меня здесь всего лишь только один но в общем-то что такое бренчес это инструмент чтобы разделить разработку на разные направления и отслеживать их отдельно позволяет работать надо над разными функциями или исправлениями ошибок одновременно без конфликтов между ними то есть по сути это две изолированных среды в одном репозитории если несколько команд или несколько итераций проекта есть можно использовать разные бренч в общем использование гид позволяет легко отслеживать прогресс работы и делиться изменениями с другими то есть это могу делать я заливать комит и может делать с другой человек просто синхронизируя синхронизируя изменения в общем то на этом все заключение хочу отметить что гид очень удобен и гибок для разработчиков project менеджеров и не только изучение может быть полезным для любого человека который напрямую или косвенно связан с разработкой или кодом надеюсь что это видео помогло понять основы гид и заинтересовала вас дальнейшем изучение этого полезного инструмента большое спасибо за просмотр хорошего вечера дня утра неважно с вами был максим всего хорошего